Приветствую вас. Во-первых, постарайтесь, я бы даже сказал, не постарайтесь, а откажитесь от идеи о том, что подобное признание можно сказать как-то так, чтобы человек... Ну, чтобы человека не ранить, чтобы человека не травмировать или что-то ещё. Нельзя. Как бы вы ни сказали, какие бы слова вы не подбирали, всё равно как бы негатив он будет. И этот негатив, его нельзя, его нельзя убрать, этот негатив. Как бы этого не хотелось вам. Поэтому, это первое, о чём нужно сказать, да? Что вне зависимости от того, как, когда, при каких обстоятельствах вы скажете человеку, что вы не хотите с ним больше быть, всё равно это будет для него тяжело, всё равно это будет для него ударом, и всё равно он будет страдать. Поэтому здесь приемлемо и применимо, короче говоря, поговорка, что если собрался рубить собакой хвост, то делать это нужно сразу. То есть, если вы собрались сказать мужчине, что с ним расстаётесь, то или что любовь угасает, то лучше сказать это сразу. То есть, не нужно тянуть, не нужно пытаться подобрать слова и так далее. Это всё уже не имеет никакого отношения. Абсолютно. То есть, чувства угасли и, скорее всего, мужчина, он сам это чувствует. То есть, он не может, не может этого не чувствовать. То есть, да, он может закрывать, наверное, глаза. Он может сделать вид, что этого нет. Он может действовать так, как будто это происходит, ну, не с ним. Да, он может это делать. Реально. Но по факту, всё это, опять же, не имеет значения. Другое дело, другое дело, что действительно важно, это форма, как вы скажете, потому что если вы хотите наиболее безболезненно это выразить, настолько, насколько это вообще возможно, да, то тогда имеет смысл подумать о форме. Форму, та форма, которую вы можете выбрать для того, чтобы сказать это, напрямую зависит от того, какой человек ваш муж, какой человек вы, и соответственно, исходя из этого, уже можно будет подобрать форму наиболее приемлемую для нас с собой. То есть, если вы человек эмоциональный, то лучше сказать коротко и ясно. Если вы мужчины человек эмоциональный, то лучше сказать так же. Коротко и ясно, но твердо. Чтобы было понятно, что вы, ну, действительно это говорите, что это действительно так, что это не ложь. Ну, если, например, мужчина не эмоциональный, а более спокойный, да, и как бы, ну, склонен все проблемы рассматривать через призму логики, через призму анализа, то в этом случае, конечно, вам нужно будет заранее придумать то, что вы ему скажете так, чтобы он это понял, чтобы ему было понятно. По крайней мере. Ну, вот. Это, в общем-то, гораздо эффективнее, гораздо лучше, когда вы, ну, говорите человеку на понятном ему языке. Потому что, если вы говорите на языке, на котором человек не разговаривает, то своими пониманиями у вас не будет. То есть, еще раз, необходимо, необходимо проанализировать, какой человек вы, какой человек он, и, соответственно, исходя из этого, уже будет понятно, как лучше ему сказать, но говорить, нужно сразу, соответственно, тут не нужно раздать двусмысленность и так далее. Дальше идем. Следующий важный момент. Следующий важный момент. Значит, вы говорите. В общем, чтобы не было последствий. Волей-неволей, волей-неволей, хочется задать вам вопрос. Что это за последствия, какие могут быть? И чего вы боитесь? Ну, вот лично вы чего боитесь? И почему? Какие у этого могут быть последствия? То есть, если вы хотите себя обезопасить, то, соответственно, в первую очередь, нужно принять меры для того, чтобы себя обезопасить. Это очевидно. То есть, если вы считаете, что ваш муж может вам, там, что-то сделать, например, то есть, грубо говоря, что он опасен, то в таком случае, конечно, не рекомендуется говорить ему сперва, то, что вы хотите. Потому что всё-таки в начале нужно постараться именно себя обезопасить. То есть, либо вы отдалитесь от него и как-то, ну, как-то займёте безопасное расстояние. Либо вы напишите ему записку, либо напишите ему смс. Вот. То есть, здесь момент такой. Но, вообще-то, что важно, это то, чтобы вы увидели для себя, чего именно вы боитесь. Потому что ваш страх, он может быть и причиной того, почему увядает ваша любовь. То есть, именно, вот, то, чего вы боитесь, да, то, почему вы боитесь. То есть, у вас нет уверенности в том, что муж вас поймёт. Да? Грубо говоря. Если вы не уверены в том, что муж вас поймёт, значит, это самое недопонимание между вами, оно уже давно. И если это взаимопонимание между вами, отсутствие, точнее, взаимопонимание между вами, оно уже давно имеет место быть, то, соответственно, волей-неволей опять же возникает вопрос. Так насколько же, как бы, ну, насколько же серьёзные проблемы, что вы, вот, ну, что вы боитесь мужу сказать даже о том, что любовь уходит, что любовь прошла. Понимаете? То есть, мысль, мысль, основная мысль, ну, именно в этом, что нет, нет и не может быть никаких правильных решений, нет и не может быть никаких, никакого верного ответа, никакого верного поведения. Здесь всё так или иначе ведёт к тому, что человек будет чувствовать себя плохо. Здесь всё так или иначе ведёт к тому, что человек будет чувствовать себя негативно. Здесь всё так или иначе ведёт к тому, что мужчина будет чувствовать себя оброшенным. И правда заключается в том, что вы, именно вы свой выбор сделали. Понимаете? Какая штука. Правда заключается именно в том, что вы свой выбор сделали. Вам теперь остался свой выбор только воплотить в жизнь, я бы сказал. Ну, то есть, или иными словами, убрать все блоки, которые мешают вам его реализовать. Ну, вот этот вот выбор. Раз. Ну, вот. То есть, вначале. Насколько реален ваш страх? Значит, ну, то есть, вот, насколько он... Вымощен ли он или придуман? Ладно. Это первое. Второе. Если страх не мифичен, если страх реален, то, соответственно, что вы будете делать, ну, вот, если наступит то, чего вы боитесь? Что вы будете делать? Что вы припримете в этом случае? Нужно, чтобы вы назвали несколько вариантов, несколько подходов. Нужно, чтобы вы, прям вот, чтобы разбили варианты. Далее. Насколько страшно то, чего вы боитесь? То есть, насколько это для вас действительно несет негатив, насколько это для вас действительно вредно. Понимаете, да? Понимаете, да? О чем идет речь? И после этого, как и что вы будете делать для того, чтобы эта ситуация не произошла. Как и что вы будете делать, если эта ситуация произойдет. И далее нужно выбрать, то есть, что вы можете сделать, ну, вот, исходя из того, что вам по силам, исходя из того, что вам, что вы можете предпринять для того, например, чтобы себя обезопасить. Вот. И нужно принять решение, ну, то есть, нужно сказать, что вот, это я, я буду так делать, я буду так поступать, это мое решение, это мой выбор. И я, я решила, что именно так буду, собственно, ну, именно так буду действовать в этом случае. В случае, если, ну, эти последствия наступят. То есть, по всем счету, очень многие люди, они боятся чего-то вымысленного, боятся вымысленного именно по той простой причине, что если бы они видели реальную угрозу, они уже давно что-то предприняли, если они видят реальную угрозу, чувствуют негатив от этого, ну, от того, что это реальная угроза есть. Но не делают ничего, чтобы, ну, чтобы не испытывать негативных последствий. Если люди не делают ничего, значит, значит, они, скорее всего, подсознательно хотят чувствовать и испытывать что-то такое вот в этом, ну, что-то в этом духе. Они хотят испытывать. Поэтому своего мужа вы не сможете обезвредить, чтобы он не причинил вам тех негативных последствий, которые он может причинить. Потому что вы сами выбрали его себе, супруге. И поскольку вы чувствуете, что ваша, ну, ваша любовь угасает, поскольку вы чувствуете, что, ну, что вы уже не желаете с ним быть больше, то на вас лежит ответственность по созданию безопасности для себя. Кроме вас, этого не сделает больше никто, к сожалению. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, я буду раз вам помочь. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго. Я желаю вам разрешения, успешного разрешения вашей проблемы. Я желаю вам удачи. Музыка Музыка